Субтитры создавал DimaTorzok И мы забыли навсегда, заключены в столице дикой, озера, степи, города и зоре Родины Великой. В кругу кровавом день и ночь долит жестокое из дома. Никто нам не хотел помочь за то, что мы остались дома, за то, что город свой любя, а не крылатую свободу, Мы сохранили для себя его дворцы, огонь и воду, иная близьца пора. Уж ветер смерти сердца студит, но нам священный град Петра невольным памятником будет. Предсказание Видел я тот венец золотокованный, не завидую такому венцу. Оттого, что и сам он ворованный, и тебе он совсем не к лицу. Туго согнутый веткой терновую, мой венец на тебе заблестит. Ничего, что росую багровую, он изнеженный лоб освежит. Бежицк Там белые церкви и звонкий светящийся лед. Там милого сына цветут васильковые очи. Над городом древним алмазные русские ночи, И серп поднебесный желтее, чем липовый мед. Там в юге сухие взлетают с заречных полей, И люди, как ангелы, Божьему празднику рады. Прибрали светлицу, зажгли у киота лампады, И книга, благая, лежит на дубовом столе. Там строгая память, такая скупая теперь, Свои терема мне открыла с глубоким поклоном. Но я не вошла. Я захлопнула страшную дверь. И город был полон веселым рождественским звоном. Другой голос. Первое. Я с тобой, мой ангел, не лукавил. Как же вышло, что тебя оставила за себя заложницей в неволе, Сей земной непоправимой боли. Под мостами полыньи дымятся, Над кострами искры золотятся, Грузный ветер окаянно воет, И шальная пуля за невою Ищет сердце бедное твое. И одна в дому оледенелым, Белая лежишь в сиянье белом, Славя имя горькое мое. Второе. В тот давний год, Когда зажглась любовь, Как крест престольный в сердце обреченном, Ты кроткую голубкой не прильнула К моей груди, Но коршуном когтила. Изменой первую, Вином проклятия, Ты напоила друга своего. Но частно стал, Зеленые глаза, Тебе глядеться у жестоких губ, Молить напрасно сладостного дара, И клятв таких, Каких ты не слыхала, Каких еще никто не произнес. Так отравивший воду родника, Для вслед за ним идущего в пустыне, Сам заблудился, И возжаждов сильно, Источника во мраке не узнал. Он гибель пьет, Прильнув к воде прохладной, Но гибелью ли жажда утолить? Сказал, что у меня соперниц нет, Я для него не женщина земная, А солнце зимнего утешный свет И песня дикая родного края. Когда умру, не станет он грустить, Не кликнет обезумевший воскресни, Но вдруг поймет, Что невозможно жить Без солнца телу И души без песни. А что теперь? Земной отрады сердце не томи, Не пристращайся ни к жене, Ни к дому, У своего ребенка хлеб возьми, Чтобы отдать его чужому. И будь слугой смиреннейшим того, Кто был твоим кромешным супостатом, И назови ли снова зверя братом, И не проси у Бога ничего. Не с теми я, Кто бросил землю На растерзание врагам, И грубой лести я не внемлю, Им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, Полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чуду пожара, Остаток елности губя, Мы ни единого удара Не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней Оправдан будет каждый час, Но в мире нет людей без слезней, Надменнее и проще нас. Чёрный сон Первое Косноязычно славивший меня Ещё топтался на краю эстрады. От дыма сизого и тусклого огня Мы все уйти, конечно, были рады. Но в путаных словах вопрос зажжён. Зачем не стала я звездой любовной? И стыдной болью был преображён Над нами лик жестокий и бескровный. «Люби меня, припоминай и плач, Все плачущие неравны пред Богом. Мне снится, что меня ведёт палач По голубым предутренним дорогам». Второе Ты всегда таинственный и новый, Я тебе послушней с каждым днём. Но любовь твоя, о друг суровый, Испытание железом и огнём. Запрещаешь петь и улыбаться, А молиться запретил давно. Только бы мне с тобою не расстаться, Остальное всё равно. Так земле и небесам чужая Я живу и больше не пою, Словно ты у ада и у рая Отню душу вольную мою. Третье От любви твоей загадочной, Как от боли в крик кричу, Стало жёлтой и припадочной, Еле ноги волочу. Новых песен не насвистывай, Песней долго ли обмануть, Но когти, когти не истови мне чахоточную грудь, Чтобы кровь из горла хлынула поскорее на постель, Чтобы смерть из сердца вынула Навсегда проклятый хмель. Проплывают льдины звеня, Небеса безнадёжно бледны, Ах, за что ты караешь меня, Я не знаю моей вины. Если надо, меня убей, Но не будь со мною суров, От меня не хочешь детей И не любишь моих стихов. Всё по-твоему будет, пусть, Обету верна от своему, Отдала тебе жизнь, Но грусть я в могилу с собой возьму. Пятое. Третий. Зачатьевский. Переулочек, переул, Горло петелькой затянул, Тянет свежесть с Москвы реки, В окнах теплятся огоньки, Покосился гнилой фонарь, С колокольни идёт звонарь, Как по левой руке пустырь, А по правой руке монастырь, А напротив высокий клён, Красным заремом обогрён, А напротив высокий клён, Ночью слушает долгий стон. Мне бы тот найти образок От того, что мой близок срок. Мне бы снова мой чёрный платок, Мне бы невской воды глоток. Шестое. Тебе покорный? Ты сошёл с ума. Покорный я одной Господней воле. Я не хочу ни трепета, ни боли. Мой муж палач, А дом его тюрьма. Ну, видишь ли, Ведь я пришла сама. Декабрь рождался, Ветры выли в поле, И было так светло в твоей неволе, А за окошком сторожила тьма. Так птица, А прозрачное стекло, Всем телом бьётся В зимние ненастья, И кровь пятнает белое крыло. Теперь во мне Спокойствие и счастье. Прощай, мой тихий, Ты мне вечно мил, За то, что в дом Свой странниц упустил. Что ты бродишь непрекаянный, Что глядишь ты не дыша, Верно понял, Крепко спаян, На двоих одна душа. Будешь, Будешь мной утешенным, Как не снилось никому, А обидишь словом бешеным, Станет больно самому. Веет ветер лебединый, Небо синее в крови, Наступают годовщины Первых дней твоей любви. Ты, мои, разрушил чары, Годы плыли, как года, Отчего же ты не старый, А такой, как был тогда? Даже звончик голос нежный, Только времени крыло Осенило славой снежный Безмятежное чло. Ангел, три года хранивший меня, Вознёсся в лучах и огне, Но жду терпеливо сладчайшего дня, Когда он вернётся ко мне. Как щёки запали, Бескровный уста, Лица не узнать моего, Ведь я не прекрасная больше, Не та, что песней смутила его. Давно на земле ничего не боюсь, Прощально и помня слова. Я в ноги ему, как войдёт, поклонюсь, А прежде кивал едва. Шепчет, я не пожалею Даже то, что так люблю, Или будь совсем моею, Или я тебя убью. Надо мной жужжит какого-то Непрестанно столько дней Этот самый скучный довод Чёрной ревности твоей. Горе душит, не задушит, Вольный ветер слёзы сушит, А веселье чуть погладит, Сразу с бедным сердцем сладит. Слух чудовищный бродит по городу, Забирается в дома, как тать. Уж не сказкуль про синюю бороду Перед тем, как засну, почитать. Как седьмая всходила на лестницу, Как сестру молодую звала, Милых братьев или страшную вестницу, Затаевши дыхание, ждала. Пыль взметается, тучусь нежную, Скачут братья на замковый двор, И над шеей, безвинной, нежной, Не поднимется скользкий топор. Этой скачкой ныне утешена, Я, наверное, спокойно усну, Что же сердце колотится бешено, Что же вовсе не клонит ко сну. А ты теперь тяжелый и унылый, Отрекшись от славы и мечты, Но для меня непоправимо милый, И чем темней, тем трогательней ты. Ты пьешь вино, твои нечисты ночи, Что наяву не знаешь, что во сне, Но делены мучительные очи, Покоя, видно, не нашел в вине. И сердце только скоро смерти просит, Клинями длительность судьбы, Но чаще ветер западный приносит Твои упреки и твои мольбы. Но разве я к тебе вернуться смею? Под бледным небом родины моей Я только петь и вспоминать умею, А ты меня и вспоминать не смей. Так дни идут, печали умножая, Как за тебя мне, Господа, молить. Ты угадал, моя любовь такая, Что даже ты не мог ее убить. Заболеть бы как следует, В жгучем бреду повстречаться со всеми опять, Полным ветра и солнца в приморском саду, По широким аллеям гулять. Даже мертвые нынче согласны прийти, И изгнанники в доме моем. Ты ребенка за ручку ко мне приведи, Так давно я скучаю о нем. Буду смелыми есть голубой виноград, Буду пить ледяное вино, И глядеть, как струится седой водопад На кремнистое влажное дно. За озером луна остановилась, И кажется отворенным окно В притихший ярко освещенный дом, Где что-то нехорошее случилось. Хозяина ли мертвым привезли, Хозяйка ли с любовником сбежала, Или маленькая девочка пропала, И башмачок у заводи нашли. С земли не видно страшную беду почувствовав, Мы сразу замолчали. Заупокойно филины кричали, И душный ветер буйствовал в саду. Как мог ты, сильный и свободный, Забыть у ласковых колен, Что грех карают первородный, Уничтожение и тлен? Зачем ты дал ей на забаву Всю тайну чудотворных дней? Оно твою развеет славу Рукою хищную своей. Стыдись и творческой печали Не у земной жены моли, Таких в монастыре ссылали И на кострах высоких жгли. Библейские стихи. Первая. Рахиль. И служил Иаков за Рахиль семь лет, И они показались ему за несколько дней, Потому что он любил ее. Книга бытия И встретил Иаков в долине Рахиль, Он ей поклонился, Как странник бездомный. Стада подымали горячую пыль, Источник был камнем завален огромным. Он камень своей рукой отвалил, И чистой водой у овец напоил. Но стало в груди его сердце грустить, Болеть, как открытая рана. И он согласился за деву служить Семь лет пастухом у Лавана. Рахиль. Для того, кто во власти твоей Семь лет, словно семь ослепительных дней. Но много премудр сребра Любит Славан, И жалость ему незнакома. Он думает. Каждый простится обман Во славу Лаванова дома. И Лею незрячую твердой рукой Приводит к Иакову в брачный покой. Течет над пустыней Высокая ночь, роняет прохладные росы. Истонет Лаванова младшая дочь, Терзая пушистые косы. Сестру проклинает, и Бога хулит, И ангелу смерти явицы велит. И снится Иакову Сладостный сон, Прозрачный источник долины, Веселые взоры Рахилиных глаз, И голос ее голубиной. Иаков, не ты ли меня целовал, И черной голубкой своей называл? Второе Лотова жена Жена же Лотова оглянулась позади его И стала соляным столпом. Книга бытия И праведник шел за посланником Бога, Огромный и светлый, По черной горе. Но громко жене говорила тревога. Не поздно, Ты можешь еще посмотреть На красной башне родного Содома, На площадь, где пела, На двор, где прела, На окна пустые высокого дома, Где милому мужу детей родила. Взглянула, И скована смертную болью, Глаза ее больше смотреть не могли. И сделала с тела прозрачную солью, И быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет, Не меньше или мнится она из утрат, Лишь сердце мое никогда не забудет, Отдавшую жизнь за единственный взгляд. Третье. Милхола. Но Давида полюбила Дочь Саула, Милхола. Саул думал, Отдам ее за него, И она будет ему сетью. Первая книга царствия. И отрок играет безумцу царю, И ночь беспощадную рушит, И власно победою кличет зарю, И призраки ужаса душат. И царь благосклонно ему говорит, Огонь в тебе, юноша, дивный горит, И я за такое лекарство Отдам тебе дочку и царство. А царская дочь, как ледит на певца, Ей песен не нужно, Не нужно венца. В душе ее скорбь и обида, Не хочет милхола Давида. Бледнее, чем мертвая, А рот ее сжат, В зеленых глазах иступление. Сияют одежды, И стройно звенят, Запястья при каждом движении, Как тайна, как сон, Как про матерь левит. Неволей своею она говорит, Наверно, с отравы у меня дали питье, И мой помрачается дух. Бесстыдство мое, униженье мое, Бродяга, разбойник, пастух, Зачем же никто из придворных Вельмуж, увы, на него не похож? А солнца лучи, А звезды в ночи, А это холодная дрожь. Почитание. В.А. Щеголевой. Господи, поклонитесья Во святом дворе его, С бит юродивой на паперти На него глядит звезда, И крылом задетый ангельским Колокол заговорил, Ненабадным, грозным голосом, Опрощаясь навсегда, И выходит из обители, Резы древние отдав, Чудотворцы и святители, Опираясь на клюки. Серафим в леса Саровские, Стадо сельское пасти, Анна в Кашин, Уж не княжете, Лен колючий теребить, Провожает Богородица, Сына кутает в платок, Старый нищенка и оброненный У Господнего крыльца. Вот и берег Северного моря, Вот граница наших бед и слав, Не пойму от счастья или горя, Плачешь ты, к моим ногам припав. Мне не надо больше обреченных, Пленников, заложников, рабов, Только с милым мне и непреклонным Буду я делить и хлеб, и кров. Хорошо здесь и шелест, и хруст, С каждым утром сильнее мороз, В белом пламени клонится куст Ледяных ослепительных роз. И на пышных парадных снегах Лыжный след, словно память о том, Что в каких-то далеких веках Здесь с тобою прошли мы вдвоем. Песенка Бывало я с утра молчу О том, что сон мне пел, Румяной розе и лучу, И мне один удел. С покатых гор ползут снега, А я белее, чем снег, Но сладко снятся берега Разливных мутных рек, Еловые рощи свежий шум, Покойнее рассветных дум. Сказка о Черном кольце Первая Мне от бабушки-татарки Были редкостью подарки, И зачем я крещена, Горько гневалась она, А предсмертью подобрела И впервые пожалела, И вздохнула. Ах, года, вот и внучка молода! И, простивши нрав мой вздорный, Завещала перстень черный, Так сказала, Он по ней, С ним ей будет веселей. Второе Я друзьям моим сказала, Горе много, Счастья мало. И ушла, Закрыв лицо, Потеряла я кольцо. И друзья мои сказали, Мы кольцо везде искали, Возле моря на песке И меж сосен на лужке. И, догнав меня в аллее, Тот, кто был других смелее, Уговаривал меня Подождать до склона дня. Я совету удивилась И на друга рассердилась, Что глаза его нежны. И на что вы мне нужны? Только можете смеяться, Друг пред другом, Похваляться, Да цветы сюда носить. Всем велела уходить. И, придя в свою светлицу, Застонала хищной птицей, Повалилась на кровать, Сотый раз припоминать, Как за ужином сидела, В очи темное глядела, Как не ела, не пила У дубового стола, Как под скатертью узорной Протянула перстень черный, Как взглянул в мое лицо, Встал и вышел на крыльцо. Не придут ко мне с находкой, Далеко над быстрой лодкой Заолели небеса, Забелели паруса. Небывалая осень Построила купол высокий. Был приказ облакам Этот купол с собой не темнить. И дивились люди, Проходят сентябрьские сроки, А куда провалились Студеные влажные дни? Изумрудную стала вода Замутненных каналов, И крапива запахла, Как розы, Но только сильней. Было душно от зорь Нестерпимых бесовских и алах, Их запомнили все мы До конца наших дней. Было солнце таким, Как вошедший в столицу мятежник, И весенняя осень Так жадно ласкалась к нему, Что казалось, Сейчас забелеет Прозрачный подснежник. Вот когда подошел Ты спокойный К рельцу моему. Эпические мотивы Я пою, И лес деленеет Б. А. Первое. В то время я гостила на земле, Мне дали имя При крещении Анна, Сладчайшая для губ Людских и слуха, Так дивно знала я Земную радость. И праздников считала Не двенадцать, А столько, Сколько было дней в году. Я тайному велению покорно, Товарища свободного избрав, Любила только солнце и деревья. Однажды поздним летом Иностранку Я встретила в лукавый час зари, И вместе мы купались В теплом море, Ее одежда странной мне казалась, Еще страннее губы, А слова, Как звезды падали Сентябрьскую ночью. И стройная меня учила плавать, Одной рукой поддерживая тело, Неопытная на тугих волнах. И часто, стоя в голубой воде, Она со мной неспешно говорила, И мне казалось, Что вершины леса Слегка шумят Или хрустит песок, Или голосом серебряным Волынка вдали поет О вечере разлук. Но слов ее я помнить не могла, И часто ночью С болью просыпалась. Мне чудился полуоткрытый рот, Ее глаза и гладкая прическа. А крестника небесного молила, Я девушку печальную тогда. Скажи, скажи, Зачем угасла память, И так томительно лаская слух, Ты отняла блаженство повторенья. И только раз, Когда я виноград В плетеную корзинку собирала, А смуклое сидела на траве, Глаза закрыв, И распустивши косы, И томную была И утомленной От запаха тяжелых синих ягод И пряного дыхания Дикой мяты. Она слова чудесные вложила В сокровищницу памяти моей, И, полную корзину уронив, Припала я к земле Сухую душной, Как к милому, Когда поет любовь. Второе. Покинув рощи родины священной И дом, где муза плача изнывала, Я тихая и веселая жила На низком острове, Который словно плод, Остановился в пышной Невской дельте, О зимние таинственные дни И милый труд, Легкая усталость И розово-умывальном кувшине. Был переулок снежным И недлинным, И против двери к нам Стеной алтарной Поздвигнут храм Святой Екатерины. Как рано я из дома выходила, И часто по нетронутому снегу Свои следы вчерашние напрасно На бледной чистой пелене ища, И вдоль реки, Как шхуны, как голубки, Друг к другу нежно-нежно прижимаясь, О сером взморье До весны тоскуют, Я подходила к старому мосту. Там комната, похожая на клетку, Под самой крышей В грязном шумном доме, Где он, как чиш, Свистал перед мольбертом И жаловался весело и грустно, О радости небывшей говорил. Как в зеркало глядела я тревожено На серый холст, И с каждой у неделей Все горше и страннее было сходство Мое с моим изображением новым. Теперь я знаю, где художник милый, С которым я из голубой мансарды Через окно на крышу выходила И по карнизу шла над смертной бездой, Чтобы видеть снег, Неву и облака, Но чувствую, что моды наши дружины, Беспечные пленительной дружбой, Как девушки, не знавшие любви. Третье. Смеркается и в небе темно-синим, Где так недавно храм Ярусалимский Таинственным сиял великолепьем, Лишь две звезды над путаницей веток, И снег летит откуда-то не сверху, А словно подымается с земли, Ленивый, ласковый и осторожный. Мне странную в тот день была прогулка. Когда я вышла, ослепил меня Прозрачный отблеск на вещах и лицах, Как будто всюду лепестки лежали Тех желто-розовых, некрупных роз, Названия которых я забыла. Безветренный, сухой, морозный воздух Так каждый звук лелеял и хранил, Что мнилось у меня, молчания не бывает. И на мосту, сквозь ржавые перила, Просовывая руки в рукавичках, Кормили дети пестрых жадных уток, Что кувыркались в проруби чернильной. Я подумала, не может быть, Чтобы я когда-нибудь забыла это.